Ай, где я? Всем привет, мои маленькие австрийские художники. Думаю, все, кто искал пиздатую программу для рисования, слышали о такой проге, как IbisPaint. Не спорю, что программа классная и удобная, может даже тягаться с такими монстрами, как Adobe Photoshop или Krita, но проблема в том, что она есть только на мобилке. Хотя нет, уже нет. Совсем недавно мобильный взломанный IbisPaint без авторских прав с online-casino.ru прислал мне смс о том, что вышла новая версия для ПК, и в честь этого я запилил обзор. Начнем с первого. У приложения еще нет взломок, поэтому пользоваться IbisPaint без доната можно только 1 час в день, либо платить 29 долларов. Лично я скачал IbisPaint только для перерисовки спрайтов из террарии, так что мне пофиг. И к тому же я установил еще мобильный эмулятор, куда скачал обычный взломанный Ibis, чтобы сравнить, что и как будет работать на моем ноутбуке ASUS TAV. Ладно, пофиг, приступаем к обзору. Вначале нас встречает совершенно знакомая панель с галереей и прочим хлам. Как видно, ничего особо не изменилось, кроме того, что стало разрешение по пизде и пошире, а в настройках появились параметры мышки. Поэтому сразу прыгаем в галерею и удивляемся тому, что тут тоже ничего не изменилось. За исключением того, что некоторые кнопки не на привычном месте. Причем я не знаю, это хорошо или плохо, потому что как бы и так удобно и классно, но как бы разработчикам было так кристально похуй, что они тупо переделали движок. Поэтому я сразу перехожу к рисованию. Панели расположены в таком же порядке, что и на телефоне. Все удобно и понятно, но главная причина, по которой ты можешь заменить, например, ту же Криту Ibis Paint, это наличие горячих клавиш и удобство. Во-первых, Ibis'я-то перенесли почти все горячие клавиши в Ibis. Типа Ctrl-Z отменяет как надо. Копирование также работает. А причина, почему Ibis является пиздатым, это автосохранение, то есть тебе не нужно каждые 5 минут нажимать Ctrl-S. И отсутствие всякого лишнего бреда. Чтобы скопировать свет, нужно всего лишь зажать его, а чтобы сохранить файл, не надо искать злоебучую кнопку экспорта и выбирать путь и имя этого говна. Теперь о минусах. Конечно, первое, это платность программы, но, к счастью, мы не покупаем какую-то всратую подписку, как в фотошопе, а навсегда приобретаем Ibis. Второе. В Ibis'е не работает перемещение камеры привычным способом, зажав колесико мыши. Но, к счастью, нужная нам функция находится рядом. Плюс масштабирование камеры, прокрутка и колесико работает все так же нормально. Впрочем, минусов больше нет. И давайте сравним уже эмуляторный Ibis. Итак, сразу это параша из какой-то несуществующей вселенной. Горячие клавиши не работают, прокрутка колесика почему-то рисует линии, а стилус он в гробу видел и совершенно на него не отзывается. Иногда провисает, но благо в остальном нормально работает. Поэтому, если вы, как и я, просто перерисовываете какие-то спрайты или работаете в пиксель-дизайне, то хуй забейте на платный Ibis, и бог вам помощь освоится в эмуляторной шляпе. В остальном же говоря опять про обычный Ibis Paint, это очень годная программа для начинающих и продвинутых австрийских художников. В дальнейшем я надеюсь, что найдется человек с золотыми руками и сделает нам всем кряк на Ibis. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok